Здравствуйте, я психолог онлайн школы номер один Гольштейн Кира Владимировна. И сегодня я бы хотела поговорить на тему о развитии речи. Какие игры мы можем играть с детьми в кругу семьи на развитие речи? Все начинается с детства. Период детства бывает только однажды. Именно в это время ребенок открывает для себя мир вещей, окружающих предметов, звуков и эмоций. Дошкольный возраст – этап активного речевого развития. В формировании речи ребенка большую роль играет его окружение, а именно мы, родители. От того, как мы говорим с ними, сколько внимания мы уделяем речевому общению с ребенком, во многом зависит успех дошкольника в развитии связанной речи. Речь, как исторически сложившаяся форма общения, развивается в дошкольном возрасте по двум направлениям. Во-первых, совершенствуется его практическое употребление в процессе общения ребенка со взрослыми и со сверстниками. Во-вторых, речь становится основой перестройки мыслительных процессов и превращается в орудие мышления. Известно, что дети даже без специального обучения самого раннего возраста проявляют большой интерес к речи, создаются новые слова, ориентируясь на смысловую и на грамматическую сторону языка. Но при стихийном речевом развитии лишь немногие дети достигают определенного уровня. Поэтому необходимо целенаправленное обучение, чтобы создать у детей интерес к родному языку и способствовать развитию творческого отношения к речи. Для того, чтобы заниматься развитием речи с дошкольниками самостоятельно, совсем не обязательно превращать занятия в школьные уроки, сажать детей за парту и учить их речь. Существует множество игр, незамысловатых упражнений для того, чтобы развивать речь у детей. Это может быть в дороге, в детском саду, на прогулке или перед сном ребенка. Используйте для этих занятий все, что ваш ребенок видит вокруг. Дома, на улице, в детском саду. Можно вводить в его словарь названия не только предметов, но и подробных деталей, подробных частей. Например, вот автобус. Что у него есть? Как ты думаешь? Руль, сиденья, дверцы, пассажиры, билеты. А что есть у цветка? Стебель, листья, корни. В возрасте 4-5 лет дети обычно хорошо усваивают названия, например, основных цветов. Значит, их можно познакомить с оттенками этих цветов. Например, розовый, малиновый, темно-зеленый, светло-коричневый и так далее. Выбирайте совершенно разные оттенки цветов. Когда вы, мы вместе с ребенком рассматриваем какой-нибудь предмет, задайте ему самые разнообразные вопросы. А какой он величины? А какого он цвета? А из чего он сделан? А для чего он нужен? Можно просто спросить, а какой он? Так вы побуждаете ребенка называть самые разные признаки предметов. Вы помогаете развитию связной речи. Названия свойств предметов закрепляются и в словесных играх. Например, спросите у ребенка, а что бывает высоким? Дом, дерево, лестница, человек. А что выше, дерево или человек? Может ли человек быть выше дерева? А когда такое бывает? Или что бывает широким? Река, улица, лента, линейка, а что-то шире? Ручеек или река? Так дети учатся сравнивать, обобщать, начинают понимать значение речевых определенных слов. Высота, ширина, длина и так далее. Можно использовать для игры и другие вопросы. Все, что приходит вам в голову, которые помогают освоить свойства предметов. Что бывает белым, пушистым, холодным, круглым? Видите, я наговариваю совершенно разные слова. Можно сыграть с ребенком в игру. На что это похоже? Гуляя по лесу, находясь в транспорте, задавайте ему вопросы. А вот на что похоже это дерево? Облако, тень от дерева, все что угодно. А на что похоже это собака? Отвечайте сами, но слушайте внимательно ребенка. Ведь у наших малышей, детей, дошкольников такое непосредственное мышление и восприятие. Очень интересно послушать их ответы. Целесообразно видоизменять игру, уделяя большое внимание сходству различных предметов. Например, чем лист похож на бумагу? Толщиной, легкостью, цветом. Или, например, а чем лист похож на траву? Ну, например, цвет зеленый лист похож на зеленую траву. Следующий вид упражнения это чистоговорки или скороговорки. Важно, чтобы дети поняли, что необходимо говорить не только быстро, но и чисто, и ясно, и понятно для окружающих. Скороговорки можно найти в разных детских книжках или просто в интернете. Например, помните наши любыми скороговорки? Из-под топота копыт пыль по полю летит. Или на горе трава, на дрове трава. Видите, я тоже сама путаюсь. Очень нравится детям такое упражнение, особенно если они видят, что вы с этим не справляетесь. Попросите произнести одну и ту же фразу с разными интонациями. Нежно, зло, вопросительно, с удивлением. Или, например, радостно, со страхом. Или, например, прося, умоляя, громко, тихо. Или возьмите любую фразу и также произнесите ее с любой интонацией. Например, я хочу кушать. И пробуйте разные эмоции и интонации. Подобные задания помогут ребенку развивать речь, воображение, избавиться от скованности. Научат смеяться над своими ошибками, не стесняясь своих товарищей. Само собой разумеется, что для развития речи дошкольника трудно переоценить значение сказок, стихов или других художественных произведений. Чтение произведений обогащает словесную речь ребенка. Развивает его речь. Учит пониманию переносного значения слов. Конечно, все это происходит постепенно. И понятно, что двух-трехлетний малыш постепенно учится слушать текст, отвечать на вопросы взрослых. Ребенок четвертого года жизни почти дословно запоминает текст сказки. Последовательность действий, которые происходят в ней. Научиться пересказывать. Ребятам хорошо помогает так называемый отраженный пересказ. Что это значит? Взрослый начинает сказку. Жили-были, дед. И слушаем, что вспомнит ребенок. Ребенок должен заканчивать. Или. И была у них. А ребенок продолжает. Курочка, ряба и так далее. И так мы доводим до конца сказки. Потом можно перейти к пересказу по вопросам. Кого встретил колобок? Например, зайчика. Какую песенку колобок ему спел? И так далее. Самые мелкие детали вспоминаем. Когда ребенок овладеет умением пересказывать сказки, предложите ему для пересказа небольшие рассказы с несложным сюжетом. Например, возьмите рассказы Толстого для детей. Также не забываем, что дети охотно пересказывают и передают сюжеты мультфильмов, которые они недавно посмотрели, кукольных спектаклей, каких-то сюжетов, которые они увидели, например, на улице, вы гуляете с ребенком. Пусть он другому домочадцу расскажет о том, что сегодня произошло. Сходили в цирк, пусть он опять перескажет, что он видел и что ему понравилось. И да, дети 4-5 лет уже могут рассказать о событиях собственной жизни, о своем личном опыте. Причем делать это очень выразительно. Поэтому всегда расспрашивайте, чем ребенок занимался в детском саду. Итак, лучше развивать речевые навыки в свободном общении с ребенком, в творческих играх. Но давайте вспомним еще несколько игр для обогащения словаря ребенка. Предложите ребенку назвать вкусные слова, назвать съедобные слова, назвать соленые слова. Пусть он придумает к слову соленые другие слова, которые подходят. Соленый огурец, соленая вода, соленый, еще что-нибудь. Видите, у меня даже не приходит. А когда на это много времени, давайте ребенку повспоминать. Еще можно поискать слова. То есть какие слова можно вынуть из овощного супа. Ну, например, что у нас в овощном супе? Картошка, морковка, вода и так далее. Пусть ребенок вспоминает и смотрит на суп. Можно поиграть, что и с чего можно сделать. Например, из клубники можно сделать клубничный сок. Из ананаса – ананасовый сок. Из морковки – морковный сок. Вы приводите пример. Ребенок по примеру вам отвечает. Еще можно поиграть один много. Например, я называю яблоко. Ребенок называет яблоки. Я называю слива. Ребенок называет сливы. Также большой-маленький дом, большой домик, маленький, говорит ребенок. Рука большая, ручка маленькая, стул большой, стульчик маленький. Дальше можно поиграть в игру наоборот, то есть слова-антонимы, то, что мы называем. Например, я говорю глубокий, в обратную сторону, что будет мелкий. Я говорю ребенку длинный, а он мне должен сказать короткий. Я говорю ребенку, например, смелый, он мне отвечает трусливый, ну и так далее. Дальше мы можем что-нибудь считать, но не в цифрах, потому что наши дошколята еще считать не умеют, а во множестве. Например, я говорю один самолет, ребенок мне отвечает несколько самолетов. Я говорю, например, один автобус, ребенок мне отвечает несколько автобусов, ну и так далее. Дальше мы можем поиграть в какой, какая, какие. То есть определи предмет по форме, величине или цвету. Например, яблоко какое. И ребенок отвечает круглое, зеленое, желтое, вкусное, да, или что-нибудь там, стол перед тобой какой. Ребенок говорит белый, деревянный, ну и так далее. Следующая игра может быть чей, чья, чье. Образование притяжательных, прилагательных, например, уши собаки чьи, ребенок продолжает собачьи. Хвост у лисы чей, лисий. Или, например, а чья это рубашка, спрашиваем у ребенка, говорит, моя рубашка. Еще одна игра, например, упрямые слова. То есть расскажите ребенку, что есть на свете так называемые упрямые слова, которые когда не изменяются, никогда не изменяются. Это слово платье, кино, да, ты пошел куда? В кино, а мы были где? В кино, мы сегодня пойдем куда? В кино и так далее, да. Есть другая игра, что для чего. То есть мы активируем в речи сложные какие-то слова. Взрослый предлагает вспомнить ребенку, что из чего сделано. Из чего сделан этот дом? Из дерева. Из чего сделана эта коробка? Из бумаги. Другая игра, что где хранится? Где мы держим хлеб? Хлеб мы держим где? В хлебнице, да. Где хранятся твои игрушки? Мои игрушки в моей комнате. Ну и так далее. С более старшими детками можно уже поиграть в игру по дружи слова. Образовываем сложные слова из простых. Например, как называются, когда листья падают? Листопад. А как по аналогии, когда снег падает? Снегопад, да. А когда сам летает? Самолет. И так далее. Повспоминайте, тоже полезно для взрослых повспоминать такие сложные слова. Еще один вариант упражнений. Исправить предложение. Я говорю ребенку неправильное предложение, а ребенок должен меня исправить. Ну, например, хвост бегает за кошкой. Ребенок должен исправить. Кошка бегает за хвостом. Пол бежит по кошке, да. Ребенок меня исправляет. Кошка бежит по полу. Существуют еще игры на развитие фонематического слуха. То есть придумать нужно слово. Ребенок должен придумать слова на заданный звук. Детки еще букв не знают, поэтому мы произносим звуки. Например, на звук «ш» ребенок мне говорит «шапка», «шуба». То есть по слуховым ощущениям он подбирает слова. Следующая игра «Цепочка слов». Действительно сложная игра. Мы с нашими дошколятами любим эту игру, потому что она не только развивает речь, но еще и память. Что это за игра? Взрослые произносят одно слово. Ну, например, мы сидим в комнате, то, что мы видим в комнате. Например, я говорю «стол». Ребенок повторяет мое слово «стол» и добавляет свое слово. Например, «стол», «стул». Теперь мое третье слово я добавляю к предыдущим двум. «Стол», «стул», «телевизор». Ребенок теперь должен повторить «стол», «стул», «телевизор» и добавить свое четвертое. Итак, пока мы не начнем сбиваться. Дальше всем известные игры с мячом «Съедобное, несъедобное». Самая элементарная игра, в которую можно играть и дома, и в транспорте, используя, естественно, не мяч, а что-нибудь другое, и вообще в любом месте. Еще одна игра, которую мы все помним по детству, я знаю. Помните? Я знаю пять имен девочек. Я знаю пять названий фруктов. Я знаю пять названий овощей, мебели. Неважно. Думаю, что все помнят эту игру по детству. Она также развивает речь. Развитие речи дошкольника в игре – это еще и дополнительная эмоциональная связь между вами и вашим ребенком. Это радость от общения. Это формирование доверительных и дружеских отношений. Проводите время с пользой. На этом у меня все. И если у вас остались вопросы, я с радостью на них отвечу. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok